Всем большой привет! У нас пятница. Поздравляем с пятницей и приглашаем послушать и посмотреть новый выпуск программы «Тема дня». При активном участии меня Татьяна Лариной, моей соведущей Светланы Никифоровой. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Татьяна! У нас сегодня в гостях замечательный и интересный человек, талантливая исполнительница, певица, поэтесса, музыкант, преподаватель, лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей, а также международного конкурса. Наталья Лукьянова, добро пожаловать в Тверь! Добрый день! Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, Светлана! Да, я приглашаю всех, пользуясь случаем, 29 сентября в 4 часа, в 16 часов в актовый зал библиотеки Горького. Это в рамках музыкальной гостиной будет проводиться моя творческая встреча, вторая творческая встреча. Первая была в мае, успешно состоялась. Действительно, для меня это очень важный момент, важный этап возвращения на сцену, возвращения именно в родном, можно сказать, в родном городе. Прозвучат мои авторские стихи, прозвучат любимые полюбившиеся публики и мои любимые романсы, песни из кинофильмов. Будет, я думаю, такая интерактивная встреча, то есть это формат дружеской именно встречи, дружеской, творческой беседы. Мне бы так хотелось, по крайней мере. То есть это такой, как капустник? Капустник, наверное, нет. Я надеюсь, что это не превратится в капустник. Но мне бы хотелось просто поделиться с публикой, со своими зрителями, которые меня помнят, что приятно, по старым, еще прошлым каким-то заслугам, концертам помнят приятно, с новыми людьми, которые меня еще не знают или знают по записям и публикациям в интернете. Наши любимые соцсети делают свое дело. Светлана упомянула о возвращении и возрождении вашим, о творческом, наверняка, и личном. То есть это какой-то новый жизненный этап в вашей жизни? Да. Я думаю, что это начался таки, наконец, тот этап, который люди называют возрождением. Феникс такой. Жизнь, согласитесь, состоит из таких этапов, да? Безусловно. И как здорово, что они снова появляются, значит, жизнь продолжается, не стоит на месте. Однозначно. Я очень долго к этому шла. Это мне далось очень трудно, даже тяжело, но не потому, что это как-то непреодолимо с внешними какими-то проявлениями. То есть себя рекламирование, хотя с этим тоже проблемным, не умею, не научили. А именно вытащить себя изнутри, из такой глубочайшей, тяжелой ямы депрессии, которая свойственна многим артистам, особенно если в жизни наступает, что значит, обнуление. Ну, наверное, жизнь не дает нам такие какие-то рамки, вводит нас в какие-то рамки, чтобы мы чего-то приобрели более нового, гармоничного, нашли какие-то, может быть, грани новые в самой себе или в самом себе. То есть по-любому, я считаю, что это, с одной стороны, конечно, может быть, депрессия, это и тоскливо, но, с другой стороны, это подталкивает на какие-то более новые рубежи, на какие-то более новые веяния, на какие-то новые грани, осознание чего-то, переосмысление. Безусловно, это все дается, любые испытания нам даются именно для нашего роста, развития, как это не банально звучит, но на своей, как говорится, шкуре я это почувствовала. То есть концерт, который будет, да, на вашей встрече, да, она может прийти на эту встречу любой совершенно человек, даже который только вот услышал или только сегодня услышал наш эфир, скажем, такой новичок, новичок в ваш поклонник. Да, абсолютно, это могут быть и дети, это могут быть и старшие поколения, очень благодатная публика, очень люблю старшие поколения, умеющие слышать, не просто слушать, но слышать. Ну, по опыту первого моего творческого вечера, публика была и иностранная, и даже людям совершенно не нашей ментальности, была понятна прочувствована энергетика, как мне признались, поэтому жду всех, безусловно. Ну, с вашими песнями нельзя, они не могут не понравиться в вашем исполнении, потому что энергетикой наполнены песни, романтизмом и лирикой, и вы такая романтичная, энергичная у нас женщина. В соответствии есть такая гармония. То есть гармония, гармонизация такая, то есть в виде вас, даже смотря на вас, уже как-то наполняешься сам какой-то положительной энергетикой. Мне очень рада. А услышав песни, да, то есть вот лично для меня вот это как-то прям откликнулось очень сильно. То есть те песни, даже пускай они какие-то не очень в каком-то видеоизображении, скажем, но мы же смотрим все-таки не изображение, а слушаем голос. И то есть анонсируя нашу сегодняшнюю программу, даже попался мне не очень удачно снятый видеоролик, но тем не менее голос, он уже говорит о многом. Благодарю. Мне это было вдвойне приятно, я даже удивилась, потому что, думаю, в анонсе такой, ну, не самый лучший любительский кем-то снятый зрительный ролик, и мне это было вдвойне приятно. Думаю, значит, люди услышали главное. Давайте напомним, где, когда и во сколько можно вас увидеть и услышать. Творческий вечер состоится 29 сентября, в воскресенье, в 16 часов, в актовом зале библиотеки Горького. Музыкальная гостиная. Музыкальная гостиная. Музыкальная гостиная. Все приглашены, вход свободный, так что приходите. Сейчас мы поговорим, узнаем подробнее о Наталье, потому что ей что рассказать, поделиться своим опытом. Вот о своем творческом пути. С чего все началось, когда началось, почему эта стезя? Ну, совсем если когда началось, да, это началось с рождения. Сразу запели? Нет, я не сразу запела, но так случилось, что я в этот мир тоже очень странным образом пришла. Не будем сейчас в подробности вдаваться, об этом любила моя мамочка, вспоминая Царство Небесное. Вот, то есть, ну, ребенок не должен был жить вообще никак, ни по каким параметрам. Но врач сказал Москве, что значит, этот ребенок пришел в этот мир для чего-то, с какой-то миссией. Да, и мама как-то это вот всегда помнила, всегда чувствовала, и, естественно, первые мои шаги, первые какие-то даже, не знаю, проявления именно, да, какой-то тяги к музыке, когда там стояли в советские времена маленькие такие пианино, как сейчас я помню, голубой инструментик, и я там что-то уже подбирала, да, в 6 лет. Естественно, она меня отвела в музыкальную школу, вот, и оттуда уже потихонечку с 7 лет, то есть на сцене я с 7 лет. Это был такой ранний звездный период, потому что на протяжении вот всего обучения в школе с моим педагогом, наставником, не могу не сказать о ней, это Нина Борисовна Богданова, очень безмерно ей благодарна за эти шаги, за поддержку, это конкурсы всероссийские, всесоюзные тогда были, да, то есть, ну, вот там вот... То есть, в детстве вы выигрывали в этих конкурсах? Ну, там, да, нет, не участвовала, нет, там были лауреаты всесоюзных конкурсов за такие, одни из таких заслуг, меня направили в те времена, сами представляете, что это такое, лагерь Артек, международный лагерь Артек, в творческую смену, и, в общем-то, мне посчастливилось в 12 лет. Престижно. Да, 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 это было безумно престижно, большая смена творческая, 40 дней, там, естественно, я не смогла тоже умолчать, и там тоже были конкурсы. Легко давались эти победы? Вот вы знаете, в детстве, да, в детстве, наверное, да, потому что, наверное, я такой баловень судьбы, то есть, легко все удавалось, было очень много поддержки от наставников, от родителей, то есть, меня пестовали, конечно, вот. Ребенок на табуреточке, это приблизительно про меня, наверное, было. Это, с одной стороны, здорово, потому что дает возможность сразу такой импульс развития, а с другой стороны, конечно, звездная болезнь детства тоже меня не миновала, это было весело, мило сейчас, как я вспоминаю, но это тоже хорошие очень такие ступени уроки, прививки хорошие. Это касается детства. С детского возраста, с 6-7 лет, а какая была первая песня в вашем исполнении? Ой, я вас даже удивлю, это были, конечно же, песни о страдальческой любви. Да что вы! Да, 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 даже вы не представляете, насколько это было мило и забавно, то есть я помню себя в детском саду, перед школой, это был, по-моему, как сейчас помню, сороковой садик у нас на студенческом, по-моему, не знаю, сейчас есть или нет, у нас были замечательнейшие воспитатели, в то время были уникальные личности, да, воспитывали детей. И мы летом выезжали на дачу в Козлово, вот в Завидовском районе, вот, и там мы ходили, когда прямой эфир в баню нас водили, мы шли по дороге, этого поселка, то есть окружали свою любимую воспитательницу, у которой был замечательный, Софья Михайловна, голос, и мы с ней пели те песни, которые близки ей. И вот я себя вот так вот громко, явно выступающей помню именно. То есть вы прониклись в эти песни и решили исполнить эту песню. То есть, получается, в принципе, жанр уже был заложен еще с 6-7-летнего возраста. Ну да, такой гиперженственности, гиперчувственности, это все, наверное, так. Но это вот сейчас то, что первое пришло в голову. Дорогие друзья, у нас сегодня пятничный выпуск о творчестве, о музыке, о пении с нашей гостьей Натальей Лукьяновой, с которой продолжим общаться через минутку рекламы. Всех с пятницей, всех приветствуем. Мы в прямом эфире радио Монте-Карло и телеканал Тверской проспект Регион. Тема дня у нас сегодня. Творчество – это поэзия. Сегодня мы услышим стихи в эфире, так что оставайтесь с нами. И наши гости, гости программы «Тема дня» Наталья Лукьянова, певица, музыкант, поэтесса, преподаватель. Обо всех гранях своей жизни мы со Светланой Никифоровой сегодня ее спрашиваем. Наталья, вот ваш творческий путь продолжается. Как мы выяснили, он очень рано начался. В самом детстве вы обнаружили в себе талант. Вам удается его развивать, раскрывать. Жизнь состоит из этапов. Как бы вы охарактеризовали, что важнее, наличие этого таланта, который проявляется как можно раньше, или работоспособность и целеустремленность? Ну вот вы знаете, я на самом деле часто к этому вопросу возвращаюсь, потому что ищешь в себе ресурс, что не хватает, да? Вот вроде все есть, все возможное есть, но вот чувствую, что как раз вот эта работоспособность, вот эта вот лень, которая свойственна большинству творческих людей, она безумно, конечно, мешает. С одной стороны, то есть вопрос такой двойной, что необходимо, смотря кому, у меня почему-то возникает второй вопрос, а кому необходимо? То есть самому одаренному человеку, скажем так, да, это необходим, наверное, талант, потому что только через это вот эта потребность высказаться, да, выразить себя, что-то такое вот передать, да, отдать, потому что это какая-то потребность жизненная. И умение, это недалеко не все. Да, естественно, нужен только талант. А вот для того, чтобы для публики, да, для того, чтобы это люди услышали, узнали, тут нужна целеустремленность, трудолюбие, вот это все как раз качества очень необходимы, именно поэтому у артистов именно есть директоры, да, администраторы. Да, к сожалению, потому что очень зачастую себя, ну, безумно трудно продавать и толкать, особенно если ты рожден в Советском Союзе. Да, 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 потому что, на всем творческом пути это делали администрации, тоже филармония и так далее. Но все равно любому человеку, а тем более творческому, ему нужен перезагруз, переотдых, да, скажем так, да, и по-любому, когда творческая личность знает цель, он понимает, что ему и как достичь, и если у него еще есть, конечно, команда, которая ему помогает, то, конечно, замечательно, и он достигнет любой цели, но, тем не менее, не всегда же возникает команда на пути, и внутренний вот этот такой, скажем, а-ля чертенок, который всегда тебя подстегивает, и ты понимаешь, да, из-за этого жизнь, может быть, и предподносит какие-то рамки, да, чтобы проверить, насколько творческая личность действительно творческая и целостная, да, чтобы выйти на новый рубеж, на новый виток, может быть, поменять окружение, да, тем более вот сейчас, да, по вашему состоянию души, возрождению, скажем, да, я уверена, что такая команда у вас есть, окружает вас. Нет, нет, а вот я вас удивлю, а вот команда этой нет, да. Значит, непременно появится. Да, это, кстати, тоже сложно, но я думаю, это еще связано с тем, что я не так давно вернулась в Тверь, в родной город, три года назад, поэтому какие-то связи, да, то есть приглашение на концерт, естественно, администрация помнит, люди, это да, это приятно, но так жизнь повернулась, что я отошла, скажем так, от дел, от творческих именно на сцене, да, вот, поэтому, вернувшись сюда, конечно, я здесь оказалась вот в каком-то вакууме, все мои знакомые связи, творческие связи, коллеги, те же самые композиторы, дирижеры, они все остались... Но, тем не менее, открылась какая-то новая грань, вы же что-то приобрели в грани какой-то, что-то, какой-то того, что не было у вас до, вот этого, вот, скажем, депрессивного состояния, да, из которого вы вышли, да, что-то появилось новое. Да, абсолютно точно, я даже думаю, что это для этого и было дано, чтобы именно достать из себя ту себя, которой, собственно говоря, я и являюсь с теми, может быть, разными гранями, с разными проявлениями, то есть, ну, какой-то момент, вот, реально доказательства перед Богом, перед самой собой, перед своей душой, то есть, на что я способна. Ну, то есть, Вселенная дала сейчас вам шанс, чтобы вы, реализовав себя, вы помогли реализоваться другим, да, то есть, вы сейчас преподаете, обучаете, да, несете, как бы, ученикам своим новую жизнь и возрождаетесь с ними, это же так, согласитесь? Да, 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 да. То есть, что-то какая-то новая... Уступил этап, когда пора отдавать больше, уже не только, как сказать, какие-то внешние, да, проявления, когда мы молоды, мы красивы на сцене, нам достаточно просто появиться, что-то красивое, милое спеть, и, как бы, в общем-то, уже удовлетворение приходит. Нет, сейчас пришло время, я так понимаю, отдавать. Делиться опытом. Какие-то созрели плоды, да. Честно говоря, вот вы сказали про преподавание, упомянули, я не планировала этим заниматься по жизни, но уж никак. То есть, как-то мне еще, мне казалось, что я еще, в общем-то, на сцене, но я думаю, я возвращаюсь на сцену, это еще и будет, что я летом не создана, что это как-то вот не мое. Тем более, когда я, говорю, вернула, приехала сюда, не очень такой радостный этап был, мне ничего абсолютно не хотелось после сцены, после хорошей, большой сцены, и мне предложили работать с детьми, начать заниматься вокалом. Я не знала, что я буду с ними делать. Со взрослыми я еще знаю, что делать. Я говорю, я абсолютно как-то, мне это неинтересно. В общем-то, я сопротивлялась. Все во мне сопротивлялась этому. Но, в общем-то, дорогу осилит идущие, и какие-то первые успехи, причем это были успехи тоже очень странного порядка для меня, это не талантливые дети, которые пришли, и вот ты их раз там что-то на конкурс, то есть ты сразу себе имя делаешь, позиционируешь себя как звезду, хотя на самом деле это талант тех учеников, которые приходят, да? Ну, все равно. Мне достались дети, которые, ну, то есть это полностью уснули. Это маленькие совершенно крошки, 3,5-4 года. Это, казалось бы, о чем-то можно говорить, да? Дети, которые иногда порой даже еще и не разговаривали, то есть не были у них какие-то коммуникативные способности развиты, да? То есть чтобы что-то там с ними сделать. И вдруг эти дети начинают раскрываться, говорить, снимаются какие-то проблемы, ну, даже особенности развития. То есть для меня вот это было откровением, открытием. То есть я это могу. Может быть, вот каждому человеку в какой-то период жизни необходимо делиться своим опытом, делиться своими знаниями, и от этого чувствовать себя еще более реализованным в жизни. Наверное, вот у каждого. Конечно, конечно. Ну, какая-то приходит временная, да? У каждого человека это разный возраст, да? И опять же, я всегда говорю, что дело не в возрасте, не в паспорте сколько написано, а сколько возраст в глубине души, да? Насколько человек себя может реализовать. Но опять же, любому алмазу, да? Слушай, вот сейчас вас, вы говорите про деток, вот у них талант. Любому алмазу нужен хороший огранщик. То есть любому человеку, даже если у него есть талант, ему нужен проводник, да? И проводнику тоже нужен как бы человек, с которым он может отдать, может реализовать. И не соглашусь с вами, что это заслуги будут только ученика, это заслуги учителя. По большому счету. По большому счету, куда ученик без ученика, так же, как и учитель без ученика, да? И вообще любому человеку нужен какой-то ментор и наставник по жизни. Это обязательно. По-любому. Ну, взаимообмен, тот же энергетический обмен, те же какие-то новые грани в себе, те же детки, да? То есть они когда приходят, или подростки, или взрослые дети, или взрослые люди, да? Я же понимаю, что вы работаете с любым возрастом. Да, у меня ученики от 4 лет до 46 лет вот на сегодняшний день. Причем публика настолько разнообразная, настолько интересная. Каждый человек, который приходит, я сама себя познаю, конечно, через них. У меня есть рок-певцы, которые звезды интернета, концертирующие, причем очень интересные. Вот у меня есть ученик, пришел ко мне с простой проблемой, восстановить голос. Голос от экстрим-вокала был потерян, и я хочу именно петь нормально, да? Я сразу говорю, я не занимаюсь экстримальным вокалом. То есть я с ними открываю в себе что-то, что я даже не подозревала, что я могу, да? Есть люди, которые в храме, например, поют, да, и им как-то хочется повысить свой уровень или просто, ну, в общем-то, разбить голос, да? Есть маленькие звездочки у меня, которые уже тоже лауреаты, не лауреаты, там, в общем-то, все же прошли какие-то этапы, но поняли, что чего-то не умеют, пришли, нашли меня. Очень приятно, что как бы люди это находят не случайно. То есть это первоплощение, да? Есть просто маленькие дети, вот, у меня это действительно какая-то тема, я даже смеюсь, можно назвать коррекционный вокал, занимаюсь коррекционным вокалом, потому что приходят, приводят родители детишек с особенностями развития, ну, не такими, не клиническими, вот, скорее всего, такими психологическими, да, и вот это мне просто космос, потому что я вижу, как ребенок через 5-8 месяцев, который не контактировал с детьми, там, не умел говорить, был вообще весь, то есть рот там открыть. То есть это была проблема открыть рот, и через 8 месяцев он там у себя на маленьком своем празднике открывает рот, и эмоционально поет, и говорит, что вы сделали, да? Заикание тоже самое учится, но это всем известный такой, да, метод, то есть вокал помогает. Поэтому ученики очень разнообразны. Я бы вас охарактеризовала как человека-исполнителя классической школы, исполнительницы романсов, в частности, да? А как вы относитесь к ультрасовременным направлениям молодежным в творчестве, ну, таких, как, например, рэп, хип-хоп, что сейчас стало невероятно популярно у нас в стране? Ну, я нормально отношусь, я вообще-то, я принимаю в себя все, да, если оно талантливо. Вот этот момент талантливости, да, это вот считывается в любом направлении. Я замечательно по своим состояниям и рок слушаю, иногда очень, бывает, даже, бывают такие состояния, да? И классическая музыка, и джаз очень люблю, что-то всегда включала в концерты, какие-то, ну, легкие совсем там, блюзы, что-то, ну, как изюминку, да? То есть мне это близко классический, скажем так, джаз, да? Латиноамериканская музыка, она вошла с определенным этапом, позже, может быть, расскажу, да, в жизни мою. Безумно все это люблю. Мне было пару предложений, пока я была в Питере, от чернокожих рэп-музыкантов. Это интересно. Да, 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 подробнее. Ну, не интересно, да, вот тогда это просто мне было интересно, мне было даже, ну, как-то немножко сначала смешно, потому что я говорю, ну, что я могу? Не характерно. Да, 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 помните, как в кино, да, ну, я не знаю лирических маршей, так и здесь тоже, но это было интересно, потому что сочетание академического классического голоса, да, в каких-то вставочках, да, в рэп-произведениях, это было интересно, ну, как-то вот, не то, что не задалось, а просто я, видимо, не поверила в себя. Вы знаете, сейчас я отложила эту тему. Даже в танцах я наблюдаю очень внимательно, очень интересуюсь танцами, сочетаю классическую хореографию с современным хип-хопом, это очень интересно. Но почему бы нет? Ну, это сейчас так же есть, это и в моде классика, да, и какой-нибудь авангард. Сейчас благодатное время, на самом деле, да, когда можно всё, мы ещё как-то немножко в шорох, потому что вот это классическое воспитание в музыке и в системе, да, оно как бы заставляет нас вот чистоту жанра блюсти, да, в принципе, я за чистоту жанра, если уж так, то так, если так, то так, да, главное, чтобы это было убедительно и талантливо, вот, то есть всё, что вас, всё, всё абсолютно приемлю, я как бы жадная до эмоций жизни. То есть соединение, скажем, да, с жанров? Если это убедительно, вот всегда я за то, чтобы убедительно, потому что, к сожалению, очень много у нас, не буду сейчас брюзжать, как хоть там ортодонт, очень много исполнителей, которые, например, с тем же академическим вокалом, да, поют эстраду, и это, ну, по меньшей мере бывает иногда нелепо, слышится, да, потому что вокализация, да, 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 и причём даже среди достаточно известных звёзд, вот, и так же, как наоборот, да, то есть эстрадники, ну, то есть, не то, что надо быть универсальным, да, это школа как бы, вот, вокала. Определённая, я почему называю свои тоже вот уроки эстрадно-академический вокал, да, вот, ну, то есть я за чистоту жанра, но я приемлю абсолютно разные любые эксперименты. Ну, опять же, исполнение должно быть красиво, в первую очередь, а потом уже, ну, да, то есть, опять же, ну, тоже не очень, когда ты поёшь вокальные какие-то произведения, да, те же, например, тот же романс с каким-нибудь академическим голосом. Ну, почему, романсы же и поются академическим голосом, да, смотря в каком амплуа жанре, то есть мне, если, что касается меня, мне, наверное, в какой-то период стало именно ближе актёрское, драматическое вот это пение, актёрское мастерство включилось. Для меня важно в песне это спектакль, да, то есть для меня песня это мини-спектакль, вот в него максимально вложиться, прожить, да. Для меня это важно, я никогда не включала в репертуар песни просто с набором куплетов, да, ну, мне просто это скучно было, неинтересно, хотя, конечно, жизнь заставляла и такое петь. А какая у вас любимая песня ваша и ваш любимый исполнитель? Вот на кого вы больше ориентируетесь? Ой, сложный вопрос. Ну, я так понимаю, кого ты любишь больше, папу или маму? Нет-нет-нет, я к чему задаю, хочется, скажем, может быть, и нашим слушателям хочется услышать, откуда вышло, понимаешь, что там детский сад, воспитатель, всё было, но всё равно потом-то в дальнейшем вы как-то строили на ком, на каких-то... Безусловно. Опять, это не один, не одна там певец, а певица. Ну, вот давайте остановимся на том, что действительно вот этим спусковым таким механизмом послужило. Это, безусловно, творчество Анны Герман. Вот это та певица, тот ангел, который просто на пьедестале стоял у моего папы. Папа безумно любил эту певицу, у нас это звучало очень много в доме. Ну и первые песни, которые я начала петь уже, будучи взрослой исполнительницей, выйдя на профессиональную сцену, это были песни из репертуара Анны Герман. Причём в то время, когда это было, не будем говорить сколько лет назад, давно, это не было в моде. Это не было каким-то сейчас, буквально, везде все шоу, голос, все вспоминают эту советскую нашу эстраду, удивительный кладезь талантливейших произведений. Это особая вообще статья, можно по советской эстраде поговорить. И, в общем-то, тогда это не было модно, и многие нам администраторы говорили, ну зачем вот вы всё это вынимаете, вот это всё никому не нужно. Через 2-3-4 года это появилось, доктор Ватсон что-то там поёт в такие же последствия. Но это было реально в начале самого творческого пути. То есть эта тема сохранялась на эстраде, скажем так, но я не могу не упомянуть, потому что основное творчество прошло с моим бывшим супругом, и мы были вместе на сцене, и вместе занимались одним и тем же делом. И, в общем-то, репертуар Магомаева, который тоже тогда ещё был немножечко тени, то есть немножечко забытие, но ещё не стало модным. Для меня вот была Анна Герман, безусловно. Какие встречи были интересные, такие творческие на вашем жизненном пути, которые, может быть, повлияли на вас? Ну, безусловно, мне очень повезло. Мне в жизни безумно повезло, потому что есть такие люди, люди эпохи, люди легенды, да, которые не просто оставляют навсегда след, надолго, да, которые являются ориентирами в жизни. И для меня такими людьми стали два человека. Это Муслим Магомаев, Муслим Магомедович, и Александр Николаевна Пахмутова. Вот, ну, если с Муслимом Магомаевым просто, скажем так, мне повезло прикоснуться в прямом смысле, чисто физически, то есть встреча такая, да, была. У нас здесь в Твери, в какой-то очередной наш приезд, он уже далеко не в зените своей славы, да, в какие-то последние годы, вот, творчество, приехал сюда с концертом. У него уже не было толпы этих поклонников, поклонниц, да, которые атаковали его там, на машине поднимали. Нет, это было все достаточно уже скромно. Он был за роялем, сидел один на сцене, и после концерта, мы были супругом на этом концерте, а так как это наш, не просто кумир, была мастер-учитель по жизни, то мы, я заставила, пойдем, говорю, обязательно подойдем. Это была встреча минут 15, личные беседы, никого не было вокруг, что было очень-очень приятно. Мы смогли, ну, естественно, представиться, скромно там, да, подарить свои диски, то есть свои записи на тот момент, это было на кассетах. Не то чтобы человек великий, известный помог, да, но как-то вот хотелось какого-то благословения, может быть, внутреннего ощущения. Естественно, в общем-то, он вежливо, интеллигентно принял все это. Я думаю, у него таких записей было море, потому что многие исполнители, наверное, хотели как-то под крылом оказаться, да. Но для нас эта встреча была для меня тоже не просто знаковой, а вот это вот до сих пор, помню, тепло пожать его руки, когда мы прощались. И вот это тепло, тепло этой руки я помню до сих пор. И благословение на удачное, успешное дальнейшее творчество, потому что мы были только в начале. И вот для меня это знаково, да, внутренне было действительно как благословение, потому что этот человек, говорю, опять-таки повторюсь, и в творчестве, в жизни очень долгое время шел просто вот впереди для нас, да. И вторая встреча произошла уже, когда были какие-то успехи на сцене достигнуты в карьере. Это была Александра Николаевна Пахмутова. Встреча с этой удивительно величайшей маленькой женщиной произошла в пору работы в Ярославской государственной филармонии. Его величество случай, может быть, да. Она подарила нам дуэт, песню, то есть буквально с автографом своим, в нотах, да. Подарила нам замечательный дуэт, который мы представили в своем сольном проекте, в сольной программе на сцене. И что самое удивительное, она приехала к нам на этот сольный концерт, приехала инкогнито, просила никому не говорить о ней, с супругом Николаем Николаевичем Добронравовым. Приехали на наш сольный концерт, на второе отделение, вошли в зал, зал весь упал, конечно, безусловно, вот. И она вышла за рояль, то есть она нам аккомпанировала. Естественно, мы, как она это любит делать, попели несколько ее песен уже после, да, выступления вместе с публикой, вместе с залом. И это было уникально, это было удивительно, потому что из уст такой женщины, такого человека великого, легендарного, услышать со сцены в адрес свой. Я побывала на концерте мастеров, это может быть выглядит как-то нескромно, но почему нет, мне уже можно, мне уже не 20 лет, мне можно это и сказать, потому что я реально этим горжусь. И это, как путеводная звезда, помогло мне и сейчас возродиться, потому что, ну, все ничто по сравнению с тем, когда такого уровня люди публично признают себя. Как она мне говорила, Наташенька сейчас, так, к сожалению, уже не поют. Вот эти слова тоже приличные. Я тоже заметила, когда знакомилась с вашим творчеством. Общение ее, Наташенька, так, увы, к сожалению, сейчас уже не поют. Ну, и вот этот момент в жизни сотрудничества, да, с Александрой Николаевной, ее личный приезд, ее личное внимание, ну, в общем-то, я считаю, что мечтают многие об этом. Дорогие слушатели, телезрители, у вас есть возможность узнать, как сейчас не поют, услышать прекрасный голос Натальи Лукьяновой на ее творческом вечере. Наталья, напомните еще раз, где, во сколько? Творческий вечер состоится 29 сентября в 16 часов в актовом зале Тверской областной научной библиотеки. Вход свободы. А мы продолжаем нашу программу. Есть еще много интересного, конечно, спросить, узнать, говорить и обсуждать творческий путь талантливого человека можно, конечно, бесконечно. Ну, скажите, Наталья, на ваш взгляд, вот какова основная миссия, цель, задача творческой женщины? В чем смысл этого всего, чтобы каждый день, просыпаясь, вспоминать о том, чем хочется заниматься, и какие усилия нужно приложить для того, чтобы чего-то добиться в данном направлении нового? Мне кажется, это такой прямо аура такой таинственности и ответственности. Ну, давайте начнем с того, что, в принципе, миссия женщины, а я думаю, творческой женщины, она очевидна. Она очевидна. Это украшать этот мир, проникать в его глубину, в тонкости, нюансы, чувств, эмоции, отношений, природы. То есть прочувствовать этот мир и для творческой женщины, преломив через себя, отдать это, пронести этот мир, то есть обогатить его, ну, кто как может, еще больше, да, сохранить. То есть вот в данном ключе, вот если мне дороги эти традиции, которые несла на то, что, да, нашли традиционный, да, Жанна Герман, там, та же самая Людмила Сенчина, то есть чистоту голоса, чистоту восприятия, да, то есть вот в этом жанре, то я это сохраняю, дополняю, естественно, свое, мне это близко, да, мне это как-то органично, хотя вот я разная абсолютно. Поэтому миссия творческой женщины, ну, я не знаю, делать этот мир прекраснее, делать этот мир чуть-чуть совершеннее, наверное. А у мужчины такая же миссия или немножко другая роль в обществе, как вы считаете? Именно в обществе, не творческого? Ну, творческий человек, он тоже в обществе, конечно, реализуется, ну, скажем, в жизни, вообще по жизни. Мне кажется, мужчина творческий немножко отличается от лового мужчины. Ну, вообще ведь многие считают, что артист — это профессия женская, поэтому без обид в адрес мужчин-артистов, коих я очень уважаю, боготворю, люблю. Я тоже. Ну, это, безусловно, ну, с точки зрения обывателя, это немножко такое, да, когда ты любишь там себя показать, но на самом деле, на самом деле, думаю, так же, как и в жизни, такой все равно духовный аспект, он присутствует, то есть мужчина, который создает нечто новое, должен сказать что-то новое, создать что-то новое, да, в общем-то, уметь это внедрить в мир, таким образом обогатив ее. То есть если женщина это изнутри делает, да, то мужчина это делает, извне, снаружи меняет этот мир, но и нести какой-то, не знаю, глубину, умный свет, творческий человек, да, безусловно, то есть как бы это, я думаю, такое объединяющее начало, а по жизни все, что с женщиной связано, это мир глубины, мир внутренний, мир тонких чувств, тонких взаимоотношений, да, со всем миром, да. Гармоничное налаживание. Да, гармонизация пространства, наверное, вот так, потому что если у мужчин это более такой все-таки боевой путь, даже в творчестве, да, это новаторство какое-то. Воинственное такое, скажем. Ну, новаторство, я думаю, воинственное не совсем то слово, а вот новаторство, то есть новое слово какое-то, да, сказать, отстоять его, то есть быть таким, ну, не знаю, спонтанный ответ. Тем не менее, как творческой женщине порой нужен хороший такой уверенный менеджер, так и творческому мужчине тоже. Абсолютно. Более того, мужчине это больше нужно, мне кажется. Ну, по-любому, когда работает команда, да, и когда каждый отвечает за свое дело, и неважно, творческий мужчина или творческая женщина, когда человек выходит спокойно на сцену и исполняет свою миссию, которую он должен исполнить, не думает о какой-то организации концертов, еще чего-то, да, то есть с ним выработает. Это мечта, это мечта любого артиста, наверное, заниматься только творчеством. Вот это как раз тот момент, который долго-долго не давал мне возможность, ну, вытащить себя, буквально как Барон Мюнхгаузе, если я заволос вытаскивал, вытащить себя, потому что, ну, вот, не знаю, то есть если есть такое понятие борец, да, по жизни, но я не знаю, как отнестись к этому, наверное, я не борец, может быть, хотя с точки зрения вот выживаемости с рождения, вроде как борец должен быть, может быть, это еще не реализованная часть, и надеюсь, сейчас она будет реализовываться по полной программе с моим возвращением. Нет, ничего невозможного, я считаю, всему можно в жизни научиться, и нужно учиться познавать, постигать что-то новое и новое. Вот у вас столько граней есть вашего таланта и певица, и музыкант, и поэтесса, и теперь еще преподаватель. Что-то все-таки основное выделяете? Вот я думаю, что, мне кажется, что вот в моей жизни, да, это происходило каждый раз какими-то импульсами, то есть какая-то отдельная грань в свое время нуждалась, может быть, я не знаю, что тут первично, что вторично, быть вытянутой наружу, да, и как-то... Преподнесенной миру. Да, обработанной, потому что долгое время я занималась исключительно, как по основному образованию пианистка, я занималась концертмейстерской деятельностью, да, это был, ну, то есть, в общем-то, десятилетний, может быть, период, этап долгей жизни, и я вообще отложила пение, то есть это вот после вот этой звездной детства и юности, это был большой-большой такой период молчания, в прямом смысле, и тогда мне это было важно, то есть тогда вот я через это чувствовала, что я могу себя выразить. В этот период, наверное, нужна была такая реализация себя. Да, наверное, какие-то обстоятельства жизни, опять-таки, муж вокалист был, поэтому я была помощницей, вот, соратницей, вот. Потом тоже, опять-таки, на каком-то переломе жизни, судьбы, так случилось, что опять я встретила того своего педагога, который с детства меня вел, да, Мин Борисовна Богданова, и она меня пригласила попеть в храме, это был наш Покровский храм, который тогда был еще в разрушенном состоянии, только воссоздавался. Она предложила, я говорю, да я уже давно вроде как, не удел. И действительно, как бы, шоковое было состояние, потому что петь я тогда на тот момент мне казалось уже не могла. Вот, и я вернулась туда, пришла туда, и 18 лет было отдано, когда я сюда приезжала периодически, к Покровскому храму, будучи солисткой. То есть это, я думаю, тоже была хорошая школа. У нас сейчас небольшая пауза, мы прервемся, потом вернемся к беседе. Оставайтесь с нами. День добрый, это пятница, программа «Тема дня». Меня зовут Татьяна Ларина, со мной моя соведущая Светлана Никифорова. Сегодня очень интересный гость у нас в гостях. Наталья Лукьянова рассказывает о предстоящем творческом вечере. в библиотеке имени Горького, о своем творческом пути. Вот мы до паузы затронули тему разных граней творческой женщины. У Натальи это включает в себя и деятельность как исполнительница, музыканта, поэтесса, преподавателя. Что в этом выделяется все-таки главное на данный момент? Ну да, вот мы уже говорили, что в разные этапы это по-разному. Потом был у меня долгий период, связанный именно с, опять-таки, с пением. То есть я вернулась к тому, с чего, собственно говоря, все и началось. И это был самый интересный, самый плодотворный, самый большой период в моей творческой жизни, который мне максимально позволил себя открыть. И я поняла, что нет, все-таки это самое главное в жизни. И вот если на вопрос, что главное, наверное, все-таки это пение певицы. Но, однако, жизнь непредсказуема. И после, опять-таки, очередного какого-то периода, сложного периода, да, кризисного периода, проявилась другая грань, которая была чуть-чуть задействована, скажем так, с юности, но вообще мне даже в голову не приходило, что это стоит делать, что я это могу или умею. И это была, естественно, поэзия. То есть вот эта сторона. Я на каком-то этапе поняла, что я могу себя больше высказать именно через стихи, через вот этот жанр, да. То есть вы начали писать стихи? Начала писать стихи я, ну, давно, скажем так, но это не было развито абсолютно. А стихи также в лирическом направлении, в романтическом? Да, я думаю, что да, это лирика, это лирика, это где-то чувственная лирика, это, ну, опять-таки, это шло вместе с моим развитием. Я себя никогда не позиционировала как поэт, пока мне не позволили коллеги-профессионалы, скажем так, по тому же питерскому моему периоду, когда мне сказали, Наташа, ты выросла, пора, вперед, давай, издавайся. И, кстати, вот тоже сказать про будущий концерт, я очень надеялась, что в этом концерте смогу презентовать свой первый сборник стихов, потому что он практически готов. Но так случилось, опять-таки, я не знала всей этой кухни, что издательство запросило слишком огромную сумму, для меня пока не подъемную. И это временно отложилось, но это обязательно будет. И я решила включать стихи, поэтому вот именно в свои концерты, то есть вот этот формат, который будет, да, в воскресенье, который я, скажем так, придумала для себя, он для меня сейчас, на сегодняшний день, более актуальный, чем если бы я только была как певица, да, себя презентовала. Для меня это возможность полностью себя вот высказать, выразить, отдать людям, да, что-то такое, именно через слово и через пение, через такой вот симбиоз. То есть лирика, романтика, а что для вас любовь? Вопрос, который всегда интересно задать творческому человеку, и человеку тому, кто пишет стихи. Да, вот расскажите. Что такое любовь? Для вас, это вот именно ваше ощущение, потому что для каждого понятно, что любовь, это для каждого свое. Ну и что для вас, творческой женщине, лирической, романтической? Ну, я так понимаю, вопрос все-таки касается не отношений, как часто люди именно, да, мыслят, любовь, это вот про отношения между полами, да? Нет, я думаю, что это как раз, по крайней мере, на сегодняшний день я это так ощущаю, это основополагающий момент, собственно говоря, существования человека на этой земле. Смысл его в этом, потому что, ну, не сочтите за мудроство, не такое, не хотелось бы мне занудно выглядеть в эфире, но говорю, что чувствую на сегодняшний день. Вот это та сила, та мощнейшая, самая мощная энергия, которая существует, да, которая заставляет этот мир, собственно говоря, крутиться, двигаться и, в общем-то, еще как-то жить и процветать. Поэтому любовь — это состояние, состояние сознания, даже не души, на сегодняшний день, опять-таки, для меня это тоже корректировка мощная. Это не состояние даже души, это состояние сознания, состояние отношения к этому миру в целом. Поэтому объектом любви может стать природа, мужчины, женщины, дети, работа, творчество, все что угодно. Оно все идет из этого внутреннего потенциального состояния, наполненности этой любовью. То есть любовь — это внутренний такой вот, как я сейчас это понимаю, изобилие вот этой созидательной энергии. Это окружение, которое создается вокруг человека. Не думаю, что это окружение, скорее всего, нет. Это вот то, на что это в итоге потом должно пролиться и провериться, скажем так, да. Потому что когда мы уходим в себя, мы кажемся себе такими цельными, да, но стоит нам войти в контакт с миром, с теми же разными проявлениями других энергий, агрессивности и так далее, да, то все это сразу на нет сходится. И тем самым проверяется как раз эта любовь. Поэтому для меня любовь — это состояние внутреннего света, наполненности, желание отдавать в разных совершенно проявлениях. Я бы заметила, в этом потоке света и энергии все-таки любовь к мужчине, наверное, самый мощный и главный катализатор. Ну, я думаю, да. Ну, к мужчине, если вы меня спрашиваете, то да. То да, я думаю, да, потому что это самая, мне кажется, мощная проверка, потому что настолько две разные вселенные, мужская природа и женская природа, что на момент какой-то, соединяясь в этом потоке, в этой любви, объединяясь, да, происходят ведь удивительные чудеса, да, трансформации внутренней, которые, к сожалению, потом теряются, потому что потом включаются программы совершенно иного свойства, иной природы. Поэтому да, естественно, любовь лично вот в моей жизни, я не могу жить без любви. Я не могу существовать вне пространства любви. И для меня это вот, та катастрофа внутренняя, она не внешняя, не когда что-то там рушится где-то, да. Это когда вот я сама не чувствую и к себе не чувствую. У нас сегодня в гостях Наталья Лукьянова, певица, музыкант, преподаватель, лауреат конкурсов и поэтесса. Наталья, стихи от вас? Как все поэты, я не очень умею стихи читать. Шучу, шучу, я постараюсь. Ну вот, то, что я принесла, попробуем. А в мире не хватает доброты, простого слова, такта, понимания, душевности, теплоты, внимания. Нам очень не хватает доброты. И не хватает искренности нам, открытости сердечной, без изъяна, без фальшеслов пустых и без обмана. Так не хватает искренности нам. Еще нам не хватает светлых чувств, где голос сердца слышен громче правил. Он истину нам, как маяк, оставил, но не хватает чистых, светлых чувств. И не хватает правды для себя. В иллюзиях живем, будто слепые. Не веря, без любви, душой немые. Как не хватает правды для себя. Еще нам не хватает красоты, гармонии душевной, обаяния. Да попросту, всего лишь осознание, что это изменить и призвал ты. Очень глубоко. Это были стихи Натальи Лукьяновой. Уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. Добрый день. Это программа «Тема дня». Меня зовут Татьяна Ларина. Со мной моя сведущая Светлана Никифорова и наша очаровательная гостья Наталья Лукьянова. Сегодня нам и стихи прочитала о любви, рассказала об очень-очень многом. За такой короткий промежуток времени осталось буквально несколько минут. Наталья, расскажите, вот в течение жизни, где вам удалось, посчастливилось пожить и поработать. Опять-таки, в этом смысле я везунчик. Мой творческий путь начался так вот неожиданно в армии. Да, это был сразу после окончания учебных заведений. Я поехала с лета опять-таки за супругом в творческую, сразу в такую стезю ударились мы. Это был ансамбль песни и пляски московского военного округа «Гвардия». Сейчас его, к сожалению, уже расформировали, не существует. При генштабе «Побойск ПВО» в городе Владимир. Это было мое первое место работы. И мне с ним безумно повезло, потому что это была та семья, которая просто открыла мне действительно счастливый путь в творчестве. Хотя там я не пела, там я была концертмейстером в балетном классе. Да, так что я имею этот опыт работы. И была музыкантом оркестра. То есть два года мы колесили тоже по стране. Собственно говоря, это было первое место. Потом была Рязанская государственная филармония. Это был тоже внезапно, неожиданно. Русский народный академический хор под руководством известного композитора, дирижера Попова. Наверное, все помнят песню на стихе Есенина «Над окошком месяц». Вот это его песня, он руководитель. Мне посчастливилось застать и его, этого тоже великого, могучего старика. Там было небольшое... Ну, из меня не смогли сделать народную певицу, сказать, что нет, классика у тебя в крови. Но хор был академическим, народным, поэтому тоже известнейший коллектив, который колесил в свое время по зарубежью, постоянно был одним из... То есть лицом представлял Россию, Советский Союз. Далее была Твир, в который мы периодически возвращались, то есть преподавание в музыкально-педагогическом колледже. Потом был Питер какой-то период, да, но там, в общем-то, я только сопровождала своего супруга. Там как-то не было развития для моей карьеры. Хотя, безусловно, это все было важно, потому что я познакомилась с людьми, которые работали в одном из лучших театров на то время. Это Петербургский, Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик Холл», в котором работал мой супруг. И, в общем-то, тот опыт, который я видела от артистов, работающих там, безусловно, повлиял на мое дальнейшее становление там как певицы. Потом это была Тверская филармония, в то время, когда у нас капелла только организовывалась. То есть я стояла тоже у ее истоков в Сарисской. Но как-то вот начали мы творческую деятельность вместе с супругом, и нас быстро заметили, пригласили в Ярославскую государственную филармонию. Собственно говоря, вот 10 лет отданной вот этой филармонии, замечательнейшей, этому городу, который я безмерно люблю, это самый главный, наверное, яркий, мощный такой этап реализации меня как певицы, как творческого человека, который подарил и много разных встреч с разными интересными людьми, композиторами. Это возможность работать с оркестрами, с симфоническим, с эстрадным, с джазовым, с народным. То есть вот это большая-большая абсолютно была интересная история. Ну а теперь мы можем в ближайшие выходные увидеть Наталью Лукьянову у нас в городе, услышать ее произведение. Куда приходить, Наталья? Вход свободный, напомню. Дорогие друзья, я приглашаю вас еще раз, приглашаю в актовый зал областной Тверской научной библиотеки имени Горького. 29 сентября в 16 часов. Милости прошу разделить со мной эту радость, возможность поделиться с вами своими стихами, своими песнями и просто поговорить по душам. Музыкальная гостиная ждет гостей. Спасибо Наталье огромное. Спасибо Наталье, спасибо. Вам тоже спасибо большое. Спасибо. Спасибо.